МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Или тем более голосовать? Люди отдали нам свой голос, а вы решили иначе. Чтобы все поняли, что сейчас происходит в ПАСЭ, не сейчас, а уже достаточно давно, политическую оценку вообще участия в ПАСЭ дадут, конечно, руководители фракции, которые будут выступать за мной. Но я-то выступая хочу подчеркнуть другую вещь. Может быть, кто-то чему-то там научился за эти 30 лет. Но я точно научился за 8 лет работать в ПАСЭ, и вот сейчас, работая в парламентских структурах СНГ, например, МПА СНГ и ПАО ДКБ, я понимаю, почему эти структуры так невоспринимаемы на Западе. Они их не учитывают даже ни в одном своем документе, как слова такие, ПАО ДКБ. Они их вычеркивают специально. И многие здесь в СМИ и выступая поддерживают, мол, ну что это за организация такая ПАО ДКБ. А я вижу, что мы там принимаем законы. Вот недавно мы приняли список так называемых единый список террористических организаций. Это реальное дело, которое объединяет эти государства, входящие туда. Или МПА СНГ, закон о единой цифровой подписи. Или там расширение НАТО на восток политически уже не законодательно. Мы принимаем тоже единые подходы, единые решения. Хотя иногда, иногда в этих организациях, в некоторых странах выступает супротив мнения, в том числе и российской делегации. Но это не основание лишь этих слов, или голоса тем более. И это нас больше объединяет, нежели разъединяет. Хотя тот же взнос России гораздо больше. И некоторые вот здесь в зале тоже призывают. Почему там Беларусь или еще какая-то страна по-другому думает, мыслит или там голосует? Это раз. И мы должны с вами, конечно же, вот я как представитель комитета по делам СНГ, еще раз оценить эти организации и ценить их. Не только оценить, но и ценить. Я могу привести из собственного примера участия в ПАСЭ несколько раз, несколько лет применения регламентных норм как дискриминационных. Например, Беларусь лишили, они наблюдатели, они не участники, как мы там полноценные были. Но лишили и наблюдения, потому что не устраивала их Лукашенко, не устраивала Беларусь. Лишили. Лишили на основе регламентной нормы применять смертную казнь. Когда я задал вопрос председателю ПАСЭ, а почему вот здесь же находятся американцы в качестве наблюдателя и японцы? Тоже у них смертная казнь. Вы знаете об этом? Молчание было нам ответом. Мы давно дали повод ПАСЭ обращаться сначала со своими соседями и друзьями, а теперь и с собой. Вот так. И поэтому регламент всего лишь инструмент. Этот инструмент достаточно мощный. Мы, например, видим, что вот здесь в Госдуме, в этой Госдуме регламент применяется совсем для иных целей. И комиссии сформированы, и комитеты по демократическим нормам. Но я могу и другой пример привести. Например, в моем родном Тольятти недавно коммунисты одержали победу, полную победу при формировании Горсовета. И что сделало немедленно прошлый состав Горсовета? Они собрались снова на заседание, хотя не имели права на это. Изменили регламент. И спикера нужно теперь избрать только двумя третями. Ну, глупость. Но эта глупость иногда еще проявляется на муниципальном уровне и там их поправляет, в том числе и старшие товарищи по их партии. Но однако, вот все время иллюзия применения этого регламента в своих политических целях, она никогда не исчезала в ПАСЭ. Она никогда оттуда не исчезала. Нас всегда там не только политически ангажировали и избивали там в всяких резолюциях, но и регламентно всячески притесняли. Взнос, который до сих пор используется, чтобы вы понимали, какие зарплаты, например, в ПАСЭ у чиновника рядового уровня от 7 тысяч евро и выше. А потом, разве какое-то государство? Вот многие наши демократы часто сейчас применяют аргумент о том, что а вот и СПЧ. Ну вот вы себе можете представить, чтобы вас судили по нормам английского права. А для нас стало это нормой. Для наших демократов это стало нормой. И мы теперь получаем в ГАГе, например, 50 миллиардов долларов Россия должна выплатить там этим юкосовским владельцам. Ну и что мы хотим? Мы хотим просто говорить о регламенте и о применении или вообще об участии в таких структурах, как ПАСЭ. Я хочу поблагодарить и нынешнее руководство Думы, и отдельно вот Леонида Слуцкого и комитет, возглавляемый им, и свой комитет за то, что мы наконец-то в этом смысле начали применять новые методы и новые формы работы. Кроме того, чтобы оценить МПА СНГ и ПАУ ДКБ, мы недавно провели международную конференцию, например, где собрали всех парламентариях всех стран СНГ, впервые, кстати, в стенах этой Думы, вот всех разных коммунистов, серваторов, либералов, и они посмотрели друг другу в глаза, в том числе, кстати, и грузины приехали. И мы впервые провели, почти 40 руководителей спикеров Евразии собрались в Турции и в Стамбуле, где турки сами предложили нам переформатировать и сделать из этого совещания, превратить его в конечном итоге в межпарламентскую ассамблею Евразии. Вот не так давно, я вчера говорил с казахами, они готовят новое совещание, это совещание будет проходить в Астане в этом году, и они планируют туда уже пригласить около 80 стран, входящих в евразийское наше сообщество. Что такое 80 этих стран? Это практически 3 миллиарда населения, если считать, а туда ездят и Китай, и Вьетнам, и это вполне реальная задача. Для чего вообще нужна эта парламентская или межпарламентская самая, любая? Еще раз говорю, возвращаясь к опыту МПА и ПА ОДКБ, и МПА СНГ, с одной стороны мы собираемся, глядим друг другу в глаза, спикеры общаются, руководители комитетов общаются, с другой стороны мы принимаем модельные законы, которые, вот Гражданский кодекс России, не так давно Медведев опять об этом заявил, полностью был взят из модельного закона МПА СНГ, полностью, практически на 99 процентов. Или, например, закон о единой цифровой подписи, я уже об этом говорил, и таких около 400 только моделей, законов. Выгодно? Выгодно участие. А что такое ПАСЭ? Как мой товарищ, один из Азербайджанов, недавно сказал, единственное, что я научился во Франции за время участия там, разбираться больше в винах и в сырах. Поэтому нам нужно принимать сегодня решения, а дальше политически и вообще думать о том, что делать и выходить из этой организации в принципе. Спасибо.